всем здаром и друзья с вами я банан и мы сегодня с вами продолжаем играть из обновленного и ешник это вторая часть под прошлой частью не писали такой комментарий ролик интересно но мог бы говорить что из чего и как кратится следующее и а то скрафтил даже рецепта нет согласен я наплошал так сказать сегодня в этом серии исправлюсь за свою защиту я могу сказать что до хардмота и ешки были очень скучные однотипные интересны а сейчас смотрите обязательно до конца потому что здесь ешки это прям супер вам приятного просмотра и аппетита кто кушает смотрите и наслаждайтесь в прошлой части мы убили стенку плоти и открыли мешок но эмблема на воина нам не выпало ну и дай хер бы с ней теперь нам нужна новая ешка и новая броня а пока у нас освободился один соло под аксессуары я возьму туда мозг запутанность на самом деле это очень полезный аксессуар у нас с вами 4 варианта ее два из них это пекло и омарок а другие два это модовые ну а теперь наконец-то отправимся в крымзон ломател 3 и там нас паладий мифрил и адамант адамант мифрил на сами адамант впервые за столько времени у меня адамант и я сдох ну а теперь созерем с шахтером и отправляемся на поиски новых руд и еще попутно можно собирать ингредиенты для новых ее например для святого ее либо же для чика так он называется нужно 10 эссенции света 15 кристаллов и обычно ее добывать конечно хардборные руды это то еще скука давайте почитаем комментарии под прошлым видосом где я играл только со звездной пушкой как всегда подачи монтаж на высоте портажей также спасибо буду стараться родила боже мне так понравился этот видос он вайбовый веселый интересный короткий короче видос имба лайк плюс подписка заслуженно для вас ребята все что пожелаете крутой видос получился поставил жирнейший лайк монтаж и музыка балдежи также пишите комментарии если мне эти комментарии понравятся три счастливчика попадут следующий видос я отправился в ад чтобы выбить себе пекло она выпадает с шансом 0,25 также можно выбить и омарок в зимнем биоме там тоже примерно такой же процент я решил выбить себе пекло 2 мимика что перчатка титана еще одна правда жал жалко пекло я не выбил но из-за того что от заразился освещением здесь можно выбить себе эссенции а здесь достаточно легкие мобы поэтому эссенции здесь фармить легче возвращаемся домой и крафтим себе перчатку титана также крафтим паладивый бур чтобы добывать мифрил я решил сходить в освещенный биом чтобы найти осколки кристаллу чтобы скрафтить уже себе новое ее отстаньте от меня я невкусный последний кристаллик где ой зря я сюда пошел я вижу последний кристаллик зря сюда пошел это ее крафтим на мифрилова наковальня она крафтится из обычного ее 15 осколков кристалла и 10 эссенции света божественный чик ну-ка а реально она в закон она за в замкнутых пространствах просто имба посмотрите она и дротики углубой так это имба вообще идем добывать мифрил но также я опять захотел сделать новое ее это кабал крафтим из обычного ее 10 эссенции света и 15 и хора бежим 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 не убежали о игорь игорь друг мой это игорь а правда и и хор но я называю игре 208 урона вот так раз это ее кабал какой-то кабал тоже божественный а это кабал но это только на поверхность но выглядит интересно ребят важная информация вот этот аксессуар я не могу нигде не скрафтить не найти даже в интернете я банальной информации на него не нашел давайте так после убийства трех механиков но этот аксессуар возьмем из счетов договорились я думаю вы против не будете просто без этой сумки потом в будущем не сделаем кое-какой аксессуар все сами ёшки мы с вами не сможем посмотреть ну а теперь у нас на очереди адамант возвращаемся домой и делать себе адамантитую броню на воина также я уже начинаю обновлять арену скелет торговец лучше что я мог на данный момент найти покупаю перчатку ее да я даже купил себе градиент и противовес если у вас его нету и че такое реально а я не знал ничего себе так вот кстати скину меня это мой такой так вот у меня здесь коричневые волосы глаза коричневые тут я решил быть уничтожить не не подготовлено и погнали блин какая-то имба не смог я убить не знаю почему но блин градиент имба ой наглею 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 все 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 на капец ну че-то он легкий ой все наглею опять ёб твою мать после уничтожителя мы можем кратить себе новое йо 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 ну и теперь давайте посмотрим на эту ее школу насколько она хорошая параша гребаная я решил выфармить омарок омарок выпал да неужели не снежкомет какой пожалуйста будь обновленном пожалуйста будь ну пожалуйста записывать записывать ну вроде даже че то есть наконец то давай-ка удиви меня изменен ли ты или нет в принципе он вроде бы неплох также после убийства первого же механического босса в джунглях может выпасти елец елец ну вроде какие-то частицы есть но я надеюсь я надеюсь на самом деле на что-то получше фармим всем по флоте чтобы выбить эмболема для воина ну а теперь мы готовим самоубийц бризнецов и скелетона прайма ну это было после убийства механиков и можем сделать себе огненную рукавицу броню делать бессмысленно так что сделаем только киркотопор также сейчас мы можем сделать себе новое ее давайте испытаем какие-то кинжалы от нее исходят вот эту вот эту штуку мы с вами возьмем если если вы сможете если вы когда будете играть у вас будет вот эти вот предметы вот смотрите вот они вы подходите к мастерской изобретателя просто делать сумку у меня нет нигде я не знаю где это мне найти так что вы меня надеюсь поймете и ради контента ради всего это вы меня поймете потому что это мне потом понадобится так что надеюсь вы меня поняли давайте сделаем теперь это мастерская мастерская какая-то это ее должна быть намного лучше вот сейчас мы будем делать два новых ее это бросок рэда и ее валькирии ее валькирии обычно ее 25 перо и по 5 из каждого босса эссенции подходишь к миг фрилл наковальник крафтит что 6 урона неприятный неплохо не по моему это просто обычная ее класса добываем обсидиан для нового ее это бросок рэда это по моему божественный да ладно да это просто ее ну а теперь добываем хлорофит выбиваем черепаший панцирь и добываем фрукты жизни делаю себе новую броню но теперь расширяем арену для плантеры но и в тейпу и и дон хавы тэш а а в в в в в в в в Как нашли Путон Плантеры, можно не тянуть и убивать ее. А, ну да, но сначала 500 хп. Берем зельки и убиваем Плантеру. После убийства Плантеры, Данж Свитерн обновляется, и там можно выбить очень много полезных штук. Например, я очень скоро выбил новое Йо-Йо, Кракен. Очень даже хорошее Йо-Йо. Также оттуда мне нужен Таби и Черный Пояс. И как же без Трековиной Луны? Мне с нее нужна метла и и градиенты для нового Йо. И теперь смотрим. На 189 урона я жду что-то очень хорошее. И все. Она через стены моря. Идем в гребном биом добывать трюфельных червей, чтобы потом убить Реброна, для потом будущего ее. Из-за того, что у меня есть смысла, арену делать здесь на самом деле бессмысленно. Делаем зелья, выпиваем их и призываем Реброна. Флайеры нам не выпадают, поэтому фарм Реброна. Субтитры сделал DimaTorzok Я же оставил локу, мать твою. Крылья. Спасибо за крылья. Ну блядь, я за ее пошел. Слава богу. Ну а теперь идем домой, крафт себе новое ее. И пойдем уже в голема. Да, как я и говорил, хтыц. Но у нее очень дикая скорость. Сам голем никакой сложности нам не предоставил. Поэтому делать супер-дупер какую-то 4000 битву, что-то там, делать бессмысленно. С голема нам нужен только глаз голема. Кстати, да, перед фармом голема я сделал себе новую броню. Теперь делаем эмблему уничтожителя. Теперь нам нужно солнечное затмение. Этот мод добавляет сломанное ее, которое выпадает с Матрона. Нам нужно его потом будет 3, а то даже и 4. Я их выбил 2. Также с солнечного затмения можно выбить глаз ктулгу. Это ее такое. Ну а теперь культист. Битву делать я не буду. Да просто вы понимаете, что голем, что культист, это как 2 сапога пара. Вы правда не подумайте, что я обленился. Просто это скучно. Ну а теперь нам предстоят башни. С каждой башней можно сделать себе новое ее и потом это объединить. Но нужно убить одного скелетрона. Потому что там в рецепте используются эссенции ужаса. Я решил начать с солнечной башни. Ну сломали. Солнечная ее стас. Ну я думаю, что тут должно быть такое масштабное. Просто взрывы, блять, ты что рофлишь? Башня туманности. Не буду. Она так называется. Мне интересно, она или нет. В чем прикол? Я приколу понять не могу. Теперь нам предстоит скрафтить радужную нитку. Она нужна для рецепта той самой души ее. Обещать вам это долго, поэтому я оставлю в описании ссылку на крафт этой радужной нитки. Крафтится она вот так. Ну а теперь звездная башня. Ничего вам не показал. Во-первых, вот это. Во-вторых, вот это. Хорошая. Вообще скучно. Теперь быстрее, 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 быстрее. Это очень, наверное, хорошее. А может, не хорошее? Бля, ну это было и из-за неожиданности. Давайте посмотрим, потому что я даже банально не смог увидеть. А-а-а, ни хера себе. А-а-а, ни хера себе. Она, во-первых, еще и длинная, и через стены проходит. Ха-ха-ха. Ёб твою мать. Бэх-бух, дай мне сил. Бэх-бух, дай мне сил. Субтитры сделал DimaTorzok 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 А также еще вот это вам нужно, и ее вот это, божественное. И все, вам больше ничего не надо. И вы получаете правдивый конец. Так он и называется, здесь очень много всего. Насколько быстро его получится убить. Она очень быстро, ребят. Это было еще быстрее. Ну что уж сказать тут, 1173. Ну что я могу сказать про этот мод? Он получился очень интересным. Да, вы скажете, типа это модовое, и убивать ванильных посов очень просто. Но от этого и есть интерес про мне. Я оставлю название на этот мод в описании, так что вы можете просто зайти и поиграть с этим же модом. Ролик получился нестандартным, потому что здесь впервые, по-моему, нету авторских прав. И достаточно такой расслабляющий. Ну а так, с вами был я, Банан. Встретимся в следующих видосах, это уж поверьте. Всем удачи и всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин